Сейчас я очень быстро покажу вам, как приготовить аджику из помидор, хрена и чеснока без варки. По этому рецепту я готовлю ее уже более пяти лет. Получается очень вкусно и в меру остро. Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Благодаров. Добро пожаловать на мою кухню, где я показываю вам рецепты исключительно полезных блюд. Давайте скорее готовить! Поехали! Ингредиенты следующие. Помидоры. Лучше всего, на мой взгляд, взять сливовидные. Они не такие водянистые, с другими помидорами получается слишком жидко. Ну и они самые дешевые. Также нужен хрен, чеснок и соль. Лучше всего, конечно же, гималайская или морская. Громовки всех ингредиентов я, как всегда, укажу в описании под видео. Начнем. Берем помидорку, отрезаем место крепления ветки, разрезаем пополам и кладем в тару побольше. Так проделываем со всеми помидорами. С хорошо помытого хрена нужно удалить кожицу. Лучше всего, конечно же, это сделать овощечисткой. В отличие от ножа, она счищает кожу более экономно. Очищенные крышки хрена нарезаем помельче, прям в емкость с помидорами. Это нужно для того, чтобы их было проще перемолоть блендером. И теперь быстренько, одним движением руки, почистим чеснок. Отправляем его в емкость к помидорам и хрену. И добавляем соли. На такое количество ингредиентов я всегда кладу 2 столовые ложки. На мой вкус этого достаточно. Возможно, вам нужно больше или меньше. Ну и теперь измельчаем все блендером. Вот и все. Аджика готова. Теперь ее можно разливать по банкам. Их я, как и полагается, продезинфицировал, облив кипятком. В итоге у меня получилось 3 литровые банки очень вкусной аджики. Я считаю, что добавлять в аджику в качестве консерванта вредный уксус, как это делают во многих рецептах, нету вообще никакого смысла. Так как она сама по себе очень острая и в ней вряд ли заведутся какие-либо бактерии. Без варки все ингредиенты максимально сохраняют свою пользу. Аджика очень хорошо стимулирует аппетит, благотворно влияет на пищеварение, оказывает согревающее действие, укрепляет защитные функции организма. Действует как противовирусное и бактерицидное средство. Также она способна очистить сосуды от холестериновых отложений. Аджику нельзя употреблять при острых заболеваниях ЖКТ, например, язве или гастрите. В общем, одна польза, да и только, еще и вкусная. Поэтому обязательно приготовьте, сейчас как раз самое время делать заготовки на зиму. Если вам понравился рецепт, обязательно поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. С вами был, как всегда, Дмитрий Благодаров. Кушайте проще. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok